Ох, как стреляет, да, Сереж? Как стали стрелять? А еще в темноте свеется-то, да, Сереж? Да. Жизнь Юлии Катуниной всецело посвящена уходу за ребенком. У ее сына Сергея неизлечимая болезнь. Уже 16 лет мама борется за его жизнь. Зачастую у Юлии нет даже времени сходить в парикмахерскую или выпить кофе с подругой. Для мам палеотивных детей фонд Евита устроил благотворительный вечер, что позволило им хоть ненадолго отвлечься от повседневных забот. Да, только воздух для нас. Нас преобразили, нарядили. Все очень красиво, торжественно, очень приятно. Мы действительно создали те условия, когда мама спокойно в 9 утра уехала из дома и может посвятить весь этот день себе, почувствовать себя красивой. Я вам больше скажу. У меня есть одна мама, с которой мы 5 лет общаемся. И когда я ее сегодня встретила в коридоре внизу, в лобби, я ее не узнала. Я вообще не поняла, что это моя мама. И только через 5 минут я говорю, Оля, это ты. То есть вот так вот она преобразилась. В этот день благотворительный фонд отметил свой год со дня основания. За такой короткий промежуток времени почти 400 детей и взрослых получили помощь. Сегодня под опекой свыше 100 малых 6 тяжелым заболеванием. В областных больницах оборудовали 6 палат палиативной помощи. Создатели фонда уверены в благотворительности. Эта история не только про то, как состоятельные люди помогают нуждающимся. Эта история про простое участие в судьбе человека, который не может самостоятельно справиться со сложным обстоятельством. Никакие отчеты, какие бы они благополучными не были, они не заменят того душевного контакта, который воцарился между фондом и его подопечными, теми людьми, которые сопричастны к деятельности фонда, а их очень много. И это самое главное. Свою работу со дня основания фонд выстраивает в тесном взаимодействии с правительством Самарской области и при личной поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Я уверен, что такие мероприятия должны способствовать, чтобы партнеров, благотворителей появлялось больше. Появлялось больше людей, которые помогают детишкам, которые нуждаются в помощи в первую очередь, помогают людям старшего поколения. Всегда есть место для того, чтобы творить добро, делать добрые дела. На вечере устроили благотворительный аукцион. Все собранные средства направят семьям с палеотивными детьми. В ближайшем будущем в 63-м регионе может появиться хоспис. Мэри Илчан, Николай Сидоров, Николай Епифанов. События.